Поболеть за спортакадемию ВРЗ приходите в выходные. Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А наша команда проведет на домашнем паркете в Стрелятамак-арене. У нас трое перед встречами и не только в сюжете Ксении Степановой. С начала чемпионата спортакадемия ВРЗ набрала два очка. По одному очку в играх с Прикамьем и с финалистами прошлого сезона Дагестаном. Впереди встреча с командой из Георгиевска, Трансгаз, Ставрополь. Выше лиги А соперники не первый год. Прошлый сезон завершили на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата. Сейчас команда опережает спортакадемию ВРЗ на четыре очка. Мы понемножку начинаем добавлять в игре. Конечно, времени для этого было мало, чтобы нам сыграться. Но, тем не менее, прогресс наблюдается и довольно-таки серьезный. Будем надеяться, что на этом туре мы все-таки, конечно, должны одержать победу. Игры спортакадемии ВРЗ с командой Трансгаз Ставрополь состоятся 29 и 30 октября в спортзале Стерлитамак Арены. Начало встреч в 17 часов. Вход свободный. Всех любителей волейбола приглашаем поддержать нашу команду. Лучшему болельщику гарантирован приз. Если даже сделать сравнительный анализ между двумя командами, которые в этом году играют в высшей лиге, это Барнаул, да, ведь вышли, и команда Стерлитамака. На сегодняшний день Барнаул поменял 50% основного состава, да, и помимо этого еще 3-х игроков высшей лиге. На сегодняшний день мы таких возможностей не имеем. И говорю, вот поэтому прошу всех горожан поддержать команду, разделить те тяжелые моменты становления нашей команды в этих играх и прийти поддержать нашу команду. Информационные партнеры клуба СТР Медиагруппа и Стерлитамакское телевидение. Ксения Степанова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, Служба новостей. Ксения Степанова, Стерлитамак, 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 Стерлитамак.